Парк доступная природа А волшебные арт-объекты наверняка очаруют всех И может быть мы тут создадим потом В будущем еще инклюзивный клуб добровольчества То есть сами дети с инвалидностью Будут проводить экскурсии и так далее Фишек много Очень много вещей, которых нигде нет На торжественное открытие уголка природы Приехали заместитель председателя правительства области Лариса Крахалева Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина И первый заместитель министра труда и социальной защиты Населения области Денис Боков Надеемся, что со временем вот эта маленькая зона Увеличится и весь парк у нас будет красивым Рассчитываем, что на следующий год У нас появится новое ограждение Достойное этого учреждения Но главные гости и самые внимательные критики Сегодня дети и родители Для которых парк истроился Давайте глубже рыть Что еще интересного? Держите Это кварц Из этого делают песок Это один из распространенных материалов В реках, озерах У нас будут программы волонтерские То есть в один день можно тут поиграть в гольф В другой день можно, например, с волонтерами по экотропам походить А так, в принципе, конечно, можно сюда приходить, сидеть, отдыхать И просто любоваться природой, слушать птичек Добро пожаловать на станцию Съедобное растение В нашем центре представлены пять видов Такие как салат, укроп, петрушка, лук с лизон, а также щавель Любой желающий может сорвать? Да, конечно Хотите? Парк «Доступная природа» создан на средства гранта президента На развитие гражданского общества Предоставленного фондом президентских грантов В здании детского эколого-биологического центра Находится и центр образования дистанционной технологии Педагоги которого занимаются с детьми с особенностями здоровья через интернет Тут три сантиметра отверстия, а тут и тут три А вот тут три с половиной И еще здесь живет лазаринка Сенькая птица, но у нее на голове такая синяя отметина Вот такого вот цвета Еще при разработке концепции и дизайна парка зимой этого года Учитывались все мнения и детали Чтобы юным и взрослым посетителям было комфортно в уголке природы И кажется, здесь всем нравится Одна из главных достопримечательностей парка «Доступная природа» Так называемая сенсорная тропа для ног По ней, как вы видите, нужно идти босиком, чтобы чувствовать фактуру различных природных предметов Лерна, травы, песка, гальки, мха и даже сосновых шишек Таким образом вы махируете стопы, получаете заряд хорошего настроения И чувствуете буквально своим телом природу Именно для этого парк и создавался Важная составляющая работы парка образовательная Гости будут знакомиться с флорой и фауной региона Пробовать съедобные растения Участвовать в естественно-научных занятиях До конца октября дети будут играть, учиться и общаться А помогут им специально обученные волонтеры и педагоги дополнительного образования И конечно, детский эколог и биологический центр открыт для сотрудничества Поэтому вскоре в парке могут начаться самые разные встречи, праздники и фестивали А для всех желающих вход в парк открыт по будням Вход со стороны улицы Новой Ну что же, еще одним красивым, уютным, познавательным уголком природы в Рязани стало больше И это прекрасно Здесь вы можете познакомиться, например, с костями древнего ихтиозавра Вы сами можете видеть, какой гигантская была доисторическая рыбина Которая когда-то, миллионы лет назад, водилась прямо здесь, в Рязанской области Сейчас на память об этом нам остались только красивые арт-объекты Уникальная археологическая тропа И другие интересные местечки, с которыми вы можете познакомиться прямо здесь В парке доступная природа Татьяна Клемешева, Дмитрий Соколов, РВТВ